Начнем с маленькой ремарки. Я просто хочу показать, что происходит сейчас с российским рынком. Это сравнение динамики фондовых рынков, фондовых индексов стран БРИК с 4 квартала 2013 года. Но поверьте мне, что весь 2013 год БРИК весь шел в одном русле, и серьезное расхождение случилось именно в марте этого года, по понятным причинам. Россия начала сильно отставать от всех остальных стран. Вы видите, что немножко выровнялась картина летом, когда появилась надежда, что все, кризис украинский закончился. Но когда всем стало понятно, что санкции и давление не закончиваются на этом, наш рынок ушел в серьезный отрыв. При этом emerging markets продолжают расти. То есть лидер это Индия плюс 32%, Бразилия 13%, это все цифры с начала этого года. Китай 9% и российский фондовый рынок минус 17%. То есть очевидно, что наш рынок серьезно отстает. Вот у меня первый вопрос сразу вам, сходу. Скажите, если санкции отменятся, если с Украиной будет дружба и мир, переоценят нас на плюс 20-30% вверх? Кто готов? Легко переоценить. То есть будет серьезная переоценка? Быстро? В этом есть уверенность? Нет, нет, нет. Смотрите, санкции отменяют, но я думаю, тут все присутствующие в зале понимают прекрасно, что кейс Украины – это просто маленькая толика. И ситуация намного сложнее, намного многограннее, поэтому за Украиной может последовать опять какие-то неадекватные санкции, потом разборка в арабском мире. Все это влияет. Американцам опустить цену на нефть от этих уровней еще на процентов 10-15 – это вопрос нескольких дней. Другое дело, что тогда будет с нами. Но я думаю, также все прекрасно понимают, что цена на нефть – это производная геополитика. И тут, собственно говоря… Но российский рынок, как мы это прекрасно видели, летом при любом ослаблении ситуации он сразу же начинает отскакивать. На российском рынке, если мы говорим про бумаги нормальной первого-второго эшелона и сравниваем, допустим, ситуацию с мартом, летом уже… Вот в марте была истерика, когда вот эта вся началась, заварушка, народ бежал и говорил, дай мне бит, будем лить, долбить без остановки. Додолбились до того, что люди говорят, да мне все равно, вот эта бумага упадет еще на 10-15%, я в ней буду сидеть. Мне все равно абсолютно. Потом наступает лето, кто приходит. Естественно, западные наши так называемые истерички. Они приходят, начинают продавать на любом. Ну русские, естественно, что делают? Ну, отходим с бедами, ловим вас через 15%, ну там через 10%. Понятное дело, есть бумаги, где долбежка продолжается, но может быть закончится в ближайшее время, но при любом ослаблении будем отскакивать. Окей, Стас, вот смотри, вы однозначно вроде ответили на вопрос, что если напряженность спадает, мы сразу переоценены, причем сразу на десятки процентов. Это очевидно? Да, если пропадает тот геополитический риск, который давил на нас последние полгода, нас переоценят. Вопрос, насколько быстро произойдет ощущение снятия этого риска. А как думаешь, вот есть идеи на этот счет? То есть это центральный вопрос. В том-то и дело, что сейчас в это мало кто верит. И даже когда появляются сигналы ослабления ситуации, никто не верит в то, что это долгосрочные сигналы. Выносы, на самом деле, шартисты могут точно сказать, которые с плечами шартят рынок, что, блин, да вы что, ребята, там такие были положительные новости, нас всех порвало. График, на самом деле, адекватно все показывает, сколько их там порвало, немного, да? Ну ладно, я бы сильно не хотел сейчас заострять внимание именно на глобальной теме, но второй момент, который не могу не коснуться, это Евтушенков. То есть как бы пошла старая история, давно забытая, как бы давление олигархата 2.0. Вот как думаете, это действительно риск или это преувеличено? Вот хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Ну люди должны быть лояльны, быть правильно. Ситуация немножко отличается. Ты разбирался в этой истории с Башнефтью? Там есть криминал какой-то действительно, то есть по делу? Да вы знаете, там господин Шохин заявил о том, что, в принципе, данный кейс может вообще поставить под вопрос всю проходящую приватизацию. Мне кажется, задавать вопрос, есть ли в этом криминал, нет в этом криминала, это пусть там Следственный комитет определяет. Ну понятно, как, ну в общем, это без комментариев. Экспертов спрашиваю, то есть вот как некий, так сказать, взгляд инвестиционного сообщества на эту историю хочу понять. То есть люди это воспринимают как, блин, ребята, что мы здесь акции держим, здесь могут забрать все, что угодно. Вот как с Башнефтью, да? Ну окей, ладно, к этому чуть позже вернемся. Давайте тогда посмотрим вообще, в каком состоянии наша экономика находится. Жень, пожалуйста, следующий слайд. Вот посмотрите, это график трех переменных, это ВВП, столбики, розничные продажи и промпроизводство. В принципе, все видно, что идет спад по сравнению с 2011 годом довольно существенный. Для инвесторов долгосрочных, которые делают погоду в целом на рынке, задают тренды, первое, на что они смотрят, это как растет экономика. Пока мы не видим, что какой-то суперпозитив. То есть действительно не очень. Следующий слайд. Инвестиции компании, мы видим, сокращаются и сокращаются они вслед за падением корпоративных прибыли. То есть это факт. То есть действительно российские компании перестали зарабатывать так, как хорошо, как они это делали еще в посткризисный, там, 9-10-11 год. Кстати, есть идеи, с чем связано падение прибыли российских компаний. Вот я не понимаю этого. Подождите, а это у вас в рублях? Да, миллиарды рублей. Так у вас же курс. Ну, а что-то у вас падает... Подождите, вы в инвестиции анализируете в рублях без поправки на что-либо? Ну, здесь даже не столько абсолютной, не берем абсолютной цифры. Мы видим, что тенденция спад. Спад в несколько раз. Вот почему падают корпоративные прибыли? То есть почему нефтяные компании... Цены на нефть же не падают. Почему нефтяные компании зарабатывают меньше? Почему Газпром зарабатывает меньше? Что происходит вообще? Почему Сбербанк вдруг... Сбербанк вроде не меньше зарабатывает, неплохо зарабатывает Сбербанк. Что происходит? Газпром тяжело. У меня по ощущениям все-таки это проблема структуры экономики. То есть у нас доминирующая отрасль это нефтегазовый сектор, но и в целом такие вот крупные отрасли ориентированы на реальный сектор все-таки больше. А там доля условно-постоянных издержек выше. Если у вас не растет выручка, то есть у вас доходы остаются на одном уровне, либо падают, то у вас маржинальность бизнеса будет падать из-за того, что цены на электроэнергию увеличиваются каждый год, цены на газ увеличиваются. Поэтому если у вас в экономике доминируют отрасли с высокой долей постоянных издержек, то вы рано или поздно при падении экономики придете к тому, что у вас прибыли будут падать более ускоренными темпами, чем экономика в целом. Но вот честно говоря, вот даже вот на фоне, скажем, падающей экономики есть отрасли, которые показывают темп роста 10-15% в год. То есть мне все-таки кажется, что… Ритейл пока. Ритейл и розничное кредитование. Это и оборонно-промышленный сектор. То есть это пока маленькая доля в экономике, но это 10-15% в год. Виталий, слушай, а вот смотри, ты говоришь, издержки постоянные, но доллар вырос на 25% за последние два года. По идее, все издержки в рублях у наших экспортеров, выручка валютная. Почему? Маржа же будет расти. Нет? Ну здесь же опять же мы говорим про экспортные отрасли. То есть у металлургии нефтя, потому что основной костяк нашего индекса составляет. Ну это именно так. Но цены не увеличиваются, да, скажем. То есть цены, они держатся на ровном уровне. Издержки все-таки, там хоть и рубль падает, но, извините меня, там заработную плату надо увеличивать каждый год. От этого никак не уйти. И уволить из крупных операторов никто не может, потому что есть требования правительства, чтобы безработица была на низком уровне. И даже если у бизнеса убытки, все равно до последнего времени персонала держали. Поэтому в целом это, мне кажется, просто первичная неэффективность нашей экономики. Ну согласись, вот падение валюты, оно все-таки поможет. То есть как бы зарплату повышаешь, а оп, доллар упал, и как бы такая девальвация невидимая. Ну не, не падай вот так сильно, потому что прибыль не растет. Да, Борис. Да, я бы хотел добавить одну ремарку, может быть не в стандартном для себя, как сотрудник Московской биржи выступлю, роли. Один из главных моментов, который негативно ощущают практически все сферы бизнеса, это удорожание кредитования, самое главное. Мы с вами все знаем, весь бизнес делается в долг. Наши компании очень сильно подсели на дешевую иглу капитала из-за рубежа. В этом году благополучно данный источник для компании по очереди закрывается. Либо в среднем обслуживание долга растет, ну где-то в среднем сейчас по корпоратам на 2% пункта. Борис, ну согласитесь, это относительно свежая такая тенденция, которая буквально последние пару месяцев пошла, еще в полной мере не ощутилась. Более полугода тенденция имеет место, увеличение доходности с начала этого года. Ну то есть в марте был скачок первый по риск премии, и потом вот в конце лета мы ощутили, когда прошли новые санкции. Даже еще раньше был скачок. То есть по многим компаниям, в то же время я должен отметить, что многие компании, наши экспортеры, которые активно пользовались зарубежными займами, будь то выпусков облигационных, либо кредитования, большая часть этих денежных средств по аналитике тратилась за рубежом на инвестиционный проект. Поэтому мы в принципе видим две слагающие одного и того же. Да, нет фондирования дешевого, соответственно, да, снижаются определенные инвестиции в новые мощности. И фондирование, оно сказывается не только на, так скажем, промышленных предприятиях или предприятиях нефтегазовых, а в том числе на банковской сфере. Потому что доля кредитов ЦБ у банков растет, и эти кредиты не очень дешевые. Поэтому, безусловно, это все съедает маржу, при этом переложить это на конечного потребителя по разным причинам, ввиду ограничений тарифов, ввиду каких-то моментов, которые просто конкурентоспособность вашей продукции изменит, это не имеет сейчас возможности. Поэтому это съедает маржу. Окей. Жень, следующий слайд. Борис, вот прокомментируй, пожалуйста, что мы здесь видим. Это статистика по текущему состоянию инвестиционной культуры в России. И Борис расскажет здесь несколько слов. Да, но я здесь скажу сразу же, что это итоги прошлого года. Мы делали эту презентацию, когда рассказывали про инвестиционные счета, и в этом году ситуация коренным образом изменилась. Это инструменты инвестирования физических лиц по данным АСВ, по данным ряда компаний, которые обеспечат покрытие рынка недвижимости, ну и по данным рынкинга управляющих компаний. Подавляющее большинство наших граждан в прошлом году активно инвестировали именно в депозиты банковские. Это более 90%. Если быть точными, там 92 практически процента. У нас в прошлом году инвесторы принесли 2,7 триллиона рублей на депозиты. Колоссальная сумма. Я думаю, что вы можете сравнить эту сумму с тем, сколько стоит у нас компания. Чуть поменьше, раз в 10 инвестировали в недвижимость, и совсем-совсем мало люди инвестировали в открытые интервальные пифы. При этом здесь четко привести структуру пополнения брокерских счетов по разным причинам, ну достаточно проблематично, скажу. Мы и так эти цифры крутили, и так. В общем, однозначно нельзя сказать, но мы все понимаем, что, конечно, в прошлом году не так много людей приходило на фонды и финансовые рынки. В этом году ситуация коренным образом изменилась. За полгода у нас граждане не принесли на депозиты ни рубля, в принципе. Вы можете зайти на сайт АСВ и посмотреть, что за первый квартал минус 49 миллиардов, при общем суммарном объеме депозитов физических лиц 18 триллионов, за полугода минус 79 миллиардов. Вопрос, куда делись деньги? Ответ очень простой. Первое. Рекордная доля операций с недвижимостью. Рекордная рекордная в Москве в ряд месяцев продавалась по 20-25 тысяч квартир, чего не было никогда. И второе, да, мы видели, что ряд инвесторов, они деньги в том числе используют для инвестиций на инструментах, которые доступны на фондовом рынке. То есть и зарубежные рынки, и российские, конечно же. Кто-то за рубежом покупал недвижимость и так далее. Поэтому активно забрали у нас инвесторы из банков деньги и пока не стремятся туда нести. Причина валюта, причина недоверия определенной к банковской системе, потому что отзывы лицензии продолжаются. И я думаю, что в ближайшее время, наверное, эта ситуация не изменится. Ну и в путь до того, что, как мне подсказывали коллеги из ряда банков, в марте и в апреле было практически невозможно арендовать ячейку банковскую в центре Москвы, потому что они все были заняты. Ну, парадоксальные цифры, кстати. Вот посмотрите, 15 раз, то есть полтора порядка буквально разница между пифами и недвижимостью. И еще один порядок – это вклады физических лиц в банках. Вот опираясь на эти цифры, можно сказать, что у нас пузырь на рынке недвижимости, пузырь в банковском секторе и какой-то вообще андервейт полнейший и недооценка тотальная, что надо брать инвестиции долгосрочные? Тимофей, можно прокомментирую? Нет, на основании этих данных, конечно же, такие выводы делать нельзя. Если добавить данные Росстата, то в инвестиции на фондовом рынке уходит 2-3% от общих накоплений населения. И мы просто видим, насколько действительно наша доля в интересах населения составляет. Действительно, банки, депозиты и недвижимость – это те первые два пункта, которые рассматривают обыватели для того, чтобы вложить деньги. Акции – 3% – это ни о чем. Это говорит о том, что нам еще развиваться и развиваться на самом деле. Но ни в коем случае это не говорит о том, что на недвижимости уже пузырь. Окей, ну ладно. О недвижимости мы, кстати, еще будем говорить позднее в дискуссии Global Macro. Да, Тимофей, я добавлю один момент только. Здесь определенное следствие имеет и наше законодательство, которое достаточно ранжировало защиту по определенным инструментам инвестиций очень сильно от инструмента к инструменту. Вклады мы все прекрасно знаем, у нас гарантировано. Ты можешь открыть сколько угодно вкладов до 700 тысяч в любом банке и спокойно получить свои деньги обратно, если это банк участник системы страхования вкладов. Недвижимости можешь купить сколько угодно. Вычет, да, получишь по одной недвижимости, но при этом, я имею в виду вычет при покупке, а вычет, если три года проделаешь, конечно, имущественное без проблем получишь. Было даже такое замечательное постановление у нас правительства, которое предусматривало, а, введение налогообложения депозитов, не как сейчас, то, что у нас ставка рефинансирования плюс базисные пункты, которые ни один банк сейчас не дает. И обложение недвижимости, если у тебя более двух объектов, то будь, пожалуйста, удобно. Но этот документ долго достаточно гуляет у нас в кабинетах, и когда это все выльется во что-то, реально непонятно. Борис, прокомментируй, пожалуйста, еще два слайда. Регистрация физлиц в 2013 году и количество активных. Да, ну здесь я уже говорил в первой сессии, что да, безусловно, у нас есть слой инвесторов, которые, услышав по Первому каналу или по НТВ, что все пропало, они идут и спокойно покупают. Эти люди заработали в 2009 году и так от кризиса к кризису, в принципе, инвестируют. Мы видим, да, что любой локальный минимум на индексах приводит тут же к взлету регистрации новых клиентов. Как ни парадоксально, но это так. Поэтому на 40%, да, у нас больше, чем на 40% увеличилось приток клиента именно в марте открытия. Причем все брокера, и мы это видим, что эти счета, они максимально быстро пополнялись, максимально входили в оборот. То есть максимально люди быстро на них приобретали какие-то акции. Потому что зачастую очень многие счета, они открываются и находятся без активов. На втором слайде, да, мы видим, что также активность клиентов скакнула, но не так сильно в марте. И, безусловно, то количество активных клиентов, которое было под 80 тысяч в марте, сейчас это 50-60, в лучших случаях 70 тысяч, это, конечно, абсолютный минимум, который, с одной стороны, вроде как говорит, что у нас есть потенциал для роста, а с другой стороны говорит, что, конечно, в текущих условиях это просто ничто. По сравнению с населением страны и по сравнению с теми людьми, которые, к примеру, имеют банковские депозиты. У нас официальная статистика, что у нас в стране открыто 141 миллион банковских депозитов, о чем, соответственно, говорит. Спасибо, спасибо, Борис. Денис, тебе хочу задать вопрос. Вот на ютубе посмотрите Денис Панасюк, там будет передача Верникова, где, одна из немногих, где Денис, в общем, давал интервью. Там ты вскользь упомянул, что на тот момент три года живешь с рынка и как раз инвестируешь в акции. И ты один из немногих, можно сказать, мамонтов на российском фондовом рынке, потому что сейчас реально очень большая сложная задача найти человека, который, инвестируя в акции, живет вообще, в российские акции. Вот скажи, по твоим впечатлениям, у человека, который вот курмится с этого рынка, что происходит с рынком? Он еще живой, наш фондовый рынок? Есть идеи какие-то, которые фундаментально читаются, на которых можно зарабатывать деньги? Вот тебе интересно послушать. Идеи всегда есть. Начнем с того, с Ивтушенкова, что это же не первый человек, которого сравнивают с Ходорковским. То есть когда к Зюзину докторов посылали, тоже казалось, что все, крах, до свидания. Ничего, все. Теперь уже Путин хвалит Зюзина, хорошая компания. Так что думаю, что закончится и здесь этим же. Поэтому каких-то там глобальных посадок там не будет. То есть если даже Васильева там стихи пишет, там какие-то там читает, что-то там чуть ли не рэп. Так, Баян, давай не будем про чернуху. Давай созидание. Вот акции, на которые можно зарабатывать еще? Можно. К сожалению, только законодательство немножко меняется. Поэтому в данный момент инвестировать в акции, конечно, считаю… Все сложнее и сложнее. Не то, что сложнее. Просто радикально меняется законодательство. Сейчас существует закрытое акционерное общество и открытое акционерное общество. То есть у каждого свое законодательство. К сожалению, в голову бывшего нашего президента Дмитрия Анатольевича пришла идея, что надо равняться на Запад и поменять на публичное и непубличное общество. К сожалению, вот в Центробанку ушли представители. Вот хотелось им вопрос задать по этому моменту. То есть сейчас их разделят на публичное и непубличное. То есть какие общества относить к публичным, до сих пор идет дискуссия. То есть в закон об акционерных обществах не внесены никакие правки реальные. То есть в гражданский кодекс внесены. Но они тоже читаются неоднозначно, к сожалению. То есть какие? Только те, которые на бирже торговались и торгуются, а все остальные нет. Или все, которые когда-либо… Ну все открытые акционерные общества автоматически станут публичными или нет. То есть непонятно. То есть там, ну как сказать, объясню, почему это волнует-то меня. То есть, потому что у меня стратегия строится на дивидендах и на слияниях поглощениях, большей частью. Ну и исключая спекуляции на бирже ММВБ. То есть, соответственно, для непубличных обществ оферты хотят отменить. То есть, скорее всего, это кто-то лоббирует. То есть логически, если только те акции, которые торгуются на ММВБ, останутся публичными, соответственно, остальные станут непубличными и абсолютно неинтересно. Бен, можно я тебя перебью? Я еще секунду. То есть, ну как бы логики не будет. То есть сейчас есть закрытое акционерное общество, максимум 50 акционеров там, да? То есть у нас получится, что будет публичное общество со 100 акционерами, не публичное с 10 тысячами. То есть, ну получается бред, короче, как обычно. Денис, проблематика понятна. Ты инвестируешь в акции, которые слияние поглощения и дивиденды. Вот расскажи, последние какие-то истории дивиденды интересные были, на твой взгляд? Вот во что ты инвестировал, что приносило хорошие дивиденды? Ну, в этом году я не так хорошо, как в прошлом выступил. В том году я заработал, ну, наверное, может быть, к счету процентов 20 дивидендная доходность. Ну, сейчас просто опять же с изменением законодательства стало сложнее работать по причине того, что раньше была отсечка на дивиденды, да? Если ты под нее попадал, то ты мог скакать из одних акций в другие. То есть, я так за счет просто скачков зарабатывал до 30 процентов, ну, там, за три месяца. Просто скачая из акций в акцию, то есть, грубо говоря, объявили дивиденды, увидел я первым, да? Зашел в эти акции, они отросли, я их продал, не получая дивиденды. Зашел в другие, то есть, отсечки были в разное время. А сейчас акции… Перенесли сроки отсечек? Да, перенесли сроки отсечек после собрания. То есть, соответственно, все уже знают, какие дивиденды, и скакать между ними нельзя. То есть, фактически стратегию убили? Да, ну, это… А просто так ты акции держишь? Это не является проблемой как таковой, то есть, ну, есть такой закон, да? То есть, публичное общество, непубличное, проблема в том, что не разъяснили до конца. То есть, было бы разъяснение, было бы понятно, накрылось все или не накрылось. То есть, это проще, сложно принимать решение в неопределенности, да? То есть, есть там теории, как это делать. То есть, я, к сожалению, не владею ими. Ну, это теория вероятности, наверное, самой такой мощной инструмент. Да, то есть, на данный момент, то есть, я как бы вне инвестиций. То есть, то, что было вот, когда была встреча на МАВБ, то есть, тогда еще не было вот этой расшифровки законодательства. То есть, я говорил, что да, есть оборонная компания, там, еще так далее. То есть, ну, Виталий, может, лучше расскажет, у него и графики есть. То есть, смысл в том, что сейчас инвестировать стрёмно во второй эшелон. То есть, на московской бирже есть, там, пару-тройку акций, но они погоду не делают для меня. Поэтому я жду, чем это все разрешится. То есть, продавать все, сливать там, в депозиты уходить там. Ну, как бы у меня нет паники, но нет какого-то там желания. В общем, понял, сейчас степсис. Да. То есть, хорошая компания есть. То есть, тот, кто инвестирует в дивиденды, и есть люди, которые этими стратегиями пользуются, можно спокойно работать. Даже мамонты вымирают, я чувствую. Очень жаль. Ну, что же, Даниил, вот вы руководите отделом по торговле акциями. Вот, динамика, что происходит с рынком? Вот, что вы наблюдаете из года в год, начиная с 2011 года? Как вы охарактеризуете состояние нашего рынка? Очень веселый, очень веселый, прекрасный рынок, занимается самоочищением. Вот, так что здесь Россию, да, здесь Россию надо брать, это по-любому понятно. Вот, и поэтому, как бы, проблема наша в том состоит, у нас тут всех присутствующих, что никто из нас не знает, что будет завтра. Никакие формулы, математические выкладки в жизни, никому из нас не позволят заработать денег. И надо просто верить в этот рынок, что ли. А вот у вас какие стратегии вообще? То есть, вот, чтобы понимать, Денис полностью рассказал те истории, о которых он заработал. Я хотел бы сказать, у нас есть небольшая, скажем так, проблема с нашими клиентами. Она состоит в том, что зачастую инструменты должны быть экстремально ликвидны, быть, и мы не можем себе позволить долго разгружаться, долго загружаться. Так же, как и Денис, на протяжении последних двух лет, ну, даже больше, чем двух, естественно, это дивидендная стратегия, но она немножко отличается, поскольку это бумаги, я не знаю, но все мы прекрасно знаем, да, там, Сургут, Нефтегаз, Прев. Вот в феврале покупаем, в июне продаем, в августе на истерике откупаем. Ну, в общем-то, все достаточно стрейтфорвард, и 15-18% вы можете на этом поднимать спокойно. Вот, к тому же акции Сургута, ну, возьмите у брокера там плечо, что-то еще, но вдруг, я согласен, бывают какие-то заливоны, и это надо к этому нормально относиться. Вот башнефть брали, наверное, так, из года в год 15-18, потом хаб, сколько там, минус 70? Вы знаете, к сожалению, а может быть и к счастью, но у нас как-то негативное отношение к структурам АФК-системы так сложилось, но мы особо очень-очень-очень коротко играли, и после прошлогодней истории, когда, помните, господин Сечин заявил о том, что компания работает неправильно. А, то есть было такое, да? Да, ну, естественно. Вот вы молодцы, вы информацию внимательно анализируете. Не-не, подождите, подождите, господа, но в прошлом году была встреча, кажется, как раз раскручивали кейс ТНК, и на этом фоне Сечин заявил о том, что компания неправильный бизнес ведет. А почему? Ну, потом, знаете, как это было интерпретировано из серии, что, понимаете, Роснефть – это добыча, Башнефть – переработка, нам переработка не нужна, это какой-то бред, зачем она нам? На этом фоне и дивиденды были плохие годовые у Башнефти в прошлом году, да? То есть они нормально исправились по итогам полугодия, вот, но как-то, не знаю. Окей, спасибо, Даниил. Борис, давайте вас послушаем по поводу тенденции вообще, как развивается фондовый рынок, вот ощущения, что сейчас происходит с рынком. И вот у меня вопрос, да, мы обсудили динамику физиков, то есть понятно, что происходит, люди бросаются на рынок, когда происходит восьмой год, когда все падает, все рушится, и, как обычно это бывает, наоборот, на пиках тоже люди приходят, как это было в седьмом году, например, с Газпромом там. Что на этом фоне, то есть как развивается рынок, и что сейчас делают, вот, по аналогии иностранные инвесторы, как они относятся к нашему фондовому рынку, уходят, приходят, какова там динамика? Ну, безусловно, все статистику по притоку-оттоку мы с вами видим, она содержится в открытых абсолютно источниках, безусловно, в текущих условиях долгих денег иностранного капитала в этом году стало меньше, существенно меньше. Вот, мы видели в ряд недель, на самом деле, даже приток, то есть нельзя сказать, что это одномерное было просто такое обвальное снижение, но в целом погоду это минус с небольшими всплесками. При этом абсолютное заблуждение говорить о том, что иностранные инвесторы не торгуют на российском фондовом рынке. У нас доля в обороте иностранных инвесторов по итогам августа 46% в акциях. Безусловно, стоит говорить о том, что это стратегии в ряде HFT, в ряде алгоритмические, что денег длинных там, безусловно, мало, потому что это оборот, да, это не позиция, это все-таки оборот. Но говорить, что все убежали, закрыли офис, повесили амбарный замок и улетели из России, нет, такого нет. Более того, то, что мы видим в этом году, что глобальные банки, они DMA продолжают развивать и продолжают своим клиентам предоставлять. В текущих условиях, да, я уже несколько раз говорил, что инвестиционный горизонт снизился, да, рынок стал более спекулятивный, невзирая на то, что, конечно, обороты далеки от нулевых годов, да, от конца нулевых, но в среднем по сравнению с прошлым годом мы увеличились более чем на 20% в обороте. Да, по большей части спекулятивный оборот. Да, мы видим, что даже в целом физические лица, они более склонны сейчас к спекулятивным операциям, они, как я уже сказал, пользуются какими-то локальными минимумами, заходят, получают какую-то норму доходности, либо, допустим, выходят по стопам, но уже каждый определяет себя, и там перекладываются. Мы фиксируем сейчас достаточно большой спрос именно физиков, конечных физических лиц на инструменты фиксированной доходности, опять же, это связано с ростом доходности этих инструментов. Это и еврооблигации, которые мы, звучал вопрос, мы будем допускать, это и облигации корпоративные, и это даже облигации федерального займа, по которой я уже говорил. То есть, если доля раньше была процента 1,5-2, сейчас до 3%. То есть, доля маленькая, но ее рост огромен. Поэтому физические лица приходят на инструменты фиксированной доходности, и по опыту я могу сказать, что я в прошлом году еще до прихода на Московский БИО занимался управлением капиталом, консультированием клиентов, мы с клиентами совершали операции всевозможные. Базовая стратегия, вот я сейчас общаюсь с людьми, с клиентами, со своими, которые остались, базовая стратегия – это соединение инструментов фиксированной доходности и инструментов акционерного капитала, то есть акций, плюс еще те, кто знает инструменты срочного рынка, некий структурный продукт, если можно так его назвать, и варьирование этих долей в своем портфеле. Упал рынок, нарисовал какие-то лои, продал часть облигаций, купил какие-то акции, сделал какую-то опционную стратегию. Вырос рынок, отскочил, продал акции, увеличил долю инструментов фиксированной доходности. Большинство моих клиентов в прошлом году работали так, и в этом году продолжают работать так. Спасибо, Борис. Вот я как раз иллюстрацию демонстрирую. Сейчас на российском рынке облигаций всего 3% людей – это физические лица. Я не знаю, кто-нибудь с рынком облигаций знаком, у меня вопрос. Сейчас вообще есть облигации, которые по надежности и доходности дают преимущество физику по сравнению с депозитом? Конечно. Какие? Ну смотрите, у нас, допустим, годовой ОФЗ почти 9%. Депозиты в госбанках ниже. А зачем госбанки-то вкладывать? Во втором шелоне, да, я согласен, для людей, у которых 700 тысяч, он может идти в какой-то мелкий банк и раскидать свои деньги. Но для людей, которые все-таки более состоятельными, бегать вот с этими своими миллионами по банкам достаточно проблематично. Если ставки в крупнейших банках его не устраивают, он идет, покупает ОФЗ, короткий. Если мы смотрим не ОФЗ, а субфедеральные долги, то там доходности 11%. Если будет инвестиционный счет, то еще 3% пункта добавлять надо будет. Почему? 13, но на 3 года, поэтому поделить надо. И мы реально получаем доходность, опережающую доходность по банковским депозитам. Действительно, сейчас ситуация такова, что облигационный рынок интереснее депозитов, облигационный рынок интереснее рынка акций. Мы говорили о падении корпоративных прибылей. Если мы посмотрим не корпоративные прибыли, а денежные потоки, которые эти компании генерят, то там падение еще более сильное будет. И учитывая то, что наши госкомпании начинают вот эти суперстройки запускать свои, то и на ближайшие пару лет у нас тоже восстановления этого денежного потока не будет. Поэтому объективно облигационный рынок сейчас у частных инвестов в фаворе, и не только еврооблигационный, преимущество которого, как бы все уже сказали, но и российские. Давайте не будем забывать про акции все-таки. Вот Стас, тоже хотел тебя спросить. Вообще вера в фундаментальный анализ российского рынка акций. Она вот у тебя лично не умерла? Нет, не умерла. Можешь вообще примеры какие-то положительные привести, которые вообще давали деньги, где можно было заработать, применив интеллект и конвертировав его в деньги при помощи инвестиций в российские акции? Ну, та же история Башнифти, на самом деле, я не считаю ее законченной, и она хороший пример того, как действительно можно построить правильный бизнес и получить достойную оценку от рынка. Из последнего можно выделить консолидацию московского НПЗ. То есть была идея такая, что «Газпромнефть» все-таки дочки свои сконсолидирует рано или поздно, выкупит. И что выросло в итоге? Цену достойную вы назвали… А какие акции росли? «Газпромнефть» и московский НПЗ. То есть их выкупали, и цена была достойной, не то, что там, как это делает Роснефть, допустим. Поэтому идея есть. Стратегия Дениса, которая основана на дивидендах и слияниях поглощениях, она правильная только в том плане, что дивидендная составляющая существенно сжалась. Доходности сейчас для рынка интересные 12 и выше. Все, что ниже, неинтересно. Лучше купить облигации. Если в прошлом году говорили, что 5% доходности по госбумагам – это супер, то сейчас это совсем неинтересно. Но с другой стороны, сейчас люди начинают смотреть инвалютный риск, и когда там облигация 9 годовых, а валюта падает на 15, проще просто в долларах пересидеть, как многие, мне кажется, думают. Но давайте не будем влезать в эту тему, она уже слишком глобальная. Давайте посмотрим, может быть, какие-то более конкретные истории. Ну и Виталию, на самом деле, бы хотел задать вопрос, потому что Виталий – это человек, который еще не потерял веру в фундаментальный анализ. Виталий, вообще расскажи, что ты делаешь? У меня на биржевом рынке вложено ноль средств. То есть у меня основные средства мои и средства клиентов вложены во вне биржевой рынок. Даже, скажем, у меня просто ощущение такое, что очень много негатива льется относительно акций. Я, в принципе, наверное, больше инвестиционных идей вижу на вне биржевом рынке, потому что биржевой рынок все-таки истории, многие были истории IPO, истории этих всех спекулятивных оттоков, притоков капитала. При этом очень маленький выбор бумаг, реально там бумаг 10, в которые можно вкладываться. Вот Финал уже говорил, что у них там средний счет 400 тысяч. Вот эти люди приходят на биржевой рынок, у них счет 400 тысяч. Они играют против фондов, у которых сотни миллионов долларов. Но понятно, что доступ к информации разный. У инвесторов, мне кажется, инвесторы могут делать деньги на долгом горизонте, если у инвесторов есть информационное преимущество. Ты еще веришь в информационное преимущество, исходя из публичной информации, а не инсайдерской? Инсайда никакого нет у меня. У меня информация просто из отчетности, из того, что говорит менеджмент. Я это анализирую на сайте своем, в рамках проекта. Все эти отчеты, они у меня повешены на сайте, то есть каждый может почитать, о чем я напишу. Проект называется «Small Letters». Я там, знаете, на своем опыте, на опыте уже про инвестированных денег в этот рынок, я могу сказать, что на этом рынке можно делать деньги. Надо просто себе отдавать отчет, что в принципе у 90% присутствующих здесь, ну какой капитал? И какая экспертиза? Там миллион, два миллиона рублей. Но эти деньги не обязательно вкладывать в Сбер, потому что очевидно, что у вас там вы играете против фондов. Виталий, давай укоротим несколько нашу беседу, очень мало времени, поэтому у меня прямые вопросы в лоб. Первое. Окей. Как ты умудряешься анализировать миллион компаний из внебиржевого списка? Их же там действительно тысячи. Как ты находишь? Первое. Для поиска вводятся критерии. Какие у тебя критерии? Первое. Это прописанная дивидендная политика в уставе, история выплата с 2004-2005 годов стабильна. Наличие доли у менеджмента в капитале заводов, таким образом у них есть прямой интерес в дивидендах, в том, чтобы не воровать деньги, скажем. Соответственно, если ты занимаешься этим анализом несколько лет, у тебя на листе остается так много компаний. То есть у меня просто я до своего проекта, проекту год всего, я до этого проекта у меня была большая база, она еще идет там из моей бывшей деятельности в регионе, компания «Регион». Я ее ввел, эту базу, просто я вот год назад эту базу вывел как бы в широкий эфир и показываю клиентам своим. Окей. Виталий, расскажи вот ДНПП. Давай вот четыре идеи ты прислал. Я думаю, что здесь просто… Что за идеи? Скажем, я просто выбрал бумаги, чтобы показать, что можно в РТС-борде, несмотря на все слова такие «шитовый рынок», я вот этого не понимаю, но если рынок приносит деньги, почему он шитовый? Вот я выбрал четыре бумаги, реальных примеров, это те бумаги, которым я показывал клиентам еще в прошлом году, на которых можно было сделать деньги. Ну расскажи, как? Главным образом это оборонно-промышленный комплекс, но все примерно понимают там объемы средств, которые сегодня выделены на оборонку, это 20 триллионов плюс 3 триллиона на модернизацию заводов. Деньги большие, они реально приходят на уровень заводов, то есть они реально падают на уровень прибыли. То есть это не миф, что все эти деньги остаются в бумагах, либо в карманах чиновников, либо директоров заводов, они реально отражаются. Еще один большой плюс, что мне кажется, менеджмент оборонных заводов, он не так склонен воровать эти деньги, потому что и счетная палата проверяет очень четко, и генеральная прокуратура, вот недавно был отчет президенту, поэтому и у оборонных заводов, что четко, вот как у военных, прописана норма выплаты в уставе, вот будет точно так же и платиться. Если этой нормы нет, то там уже могут быть разные варианты, скажем так. Но примеры можно вот пролистать дальше. А что такое Дэн? Это оборонный завод, который производит ракеты среднего радиуса действия. Как называется? Для ФМФ это Долгопрудненское предприятие. Окей, еще. Какие там у нас графики? Завод Зверева, он уже стал сейчас очень такой модной бумагой, но в свое время, когда я вот только начал показывать эту бумагу, были цены доллар 35, я и сам покупал эти бумаги. Сегодня это 2,50. А то есть вот когда бид и аск у тебя стоят со спредом 100%, реально победу купить? На самом деле очень сложно, понимаете, просто вот Тимофей просил привести идеи, очень сложно в РТС-борде выставить графики, потому что в РТС-борде сегодня отражается все меньше и меньше сделок. Главным образом брокеры даже не заводят эти сделки в рынок. Они то есть есть, да? Они есть, да. Мне это просто сложно показать в графике. Поэтому приходится просто банально битый аск показывать. И вот в этом есть проблема, потому что многие клиенты пугаются, потому что они не видят рынка самого, то есть какие цены сейчас, да? И на этом, кстати, многие брокеры делают деньги, просто обманывая клиентов, показывая им нереальные цены. Поэтому вот у меня и независимый проект, который я сделал, чтобы людям показывать цены в рынке, которые есть. – Окей, Виталий, смотри, а нет такого страха, что ты возьмешь акцию за доллар 35, а потом ты из нее вообще не выйдешь? – Абсолютно такого страха нет, потому что делается прогноз по динамике прибыли. У меня сейчас, я бы сказал, большая проблема купить акции, чем продать их. Потому что если вы продаете акцию с dividend yield 15-20%, но у вас всегда будет покупатель на эти акции. Если вот я обычно на трейде делаю 20-30%, то есть я покупаю задолго еще до отсечек бумаги и стараюсь продавать их. По мере того, как широкий инвестор уже узнает эти бумаги, я их стараюсь продавать и советую клиентам делать то же самое. – Смотря, вот твое отношение к такому страновому риску, у нас если АФК-систему, многомиллиардный холдинг с западными инвесторами, могут просто взять и кинуть минус 50% капитализации за один день. – В данном случае и требуется экспертиза и анализ подробной истории завода самого, истории дивидендных выплат, динамики прибыли, чтобы это не было одноразовым фактором. А это можно было отследить на исторических данных за долгие годы. Вы вот по тем критериям, которые у меня выделены, в принципе, в оборонном сегменте пока таких серьезных ошибок не было. – Я хотел тут добавить, что на самом деле ведь большинство этих заводов и есть госкомпании, то есть государству кидать самого себя… – Не, но миноров-то могут выдавить как-то некрасиво, как это обычно бывает. – Я думаю, что… – Без аферты там и так далее. – Ну, не очень большая вероятность именно в конкретных бумагах, которые виталий перечислил. – Тут смысл в том, что у госкомпании же все-таки прописана норма дивидендов, 25% от чистой прибыли. Конечно, внучки и дочки госкомпаний пытаются мухлевать, вот тоже ДНПП вместо 25% заплатила в этом году 10% только от чистой прибыли. В том году дочки Газпрома отличились. Но в этом году они исправились, может в следующем году и эти исправятся. То есть пока существует… В чем стратегия дивидендов пока, ну, как сказать, логично, да? То есть госкомпании платят 25% от прибыли, если она есть, то есть… И еще мажоритарные акционеры компании у нас налог с дивидендов не платят. Вот как только эту льготу уберут, соответственно, многие дивидендные истории могут исчезнуть. – Окей, господа, давайте посмотрим теперь на мейджеров, на наших, вот наше, так сказать, все, это нефтяной сектор. Даже Газпрома я не стал брать, потому что, ну, Газпром, я вот даже когда еще на РБК работал, спрашивал всегда, а зачем вы берете Газпром? Газпром, вообще ничего с ним не происходит, зачем вообще им торговать? Когда там никаких вообще драйверов, ну, никаких вообще. Давайте на нефтяночку посмотрим, там еще есть какие-то компании типа независимые. Вот нога в ногу в этом году идут Роснефть и Лукоил, это черная и зеленая линия. То есть вы видите, минус 3,5 и минус 5% по итогам года. Это динамика в процентах с начала года в рублях. Сухотнефтегаз чуть лучше, и Башнефть, которая показывала превосходный перформанс, плюс 30, да, стало минус 30. Было плюс 30, стало минус 30. Феноменально. Скажите, вообще видите какие-то факторы для того, чтобы, здесь же вообще ничего не происходит, то есть умерли и Роснефть и Лукоил. Помните, как раньше, 3, 4, 5, 6 год, как нефтяные компании на десятки процентов туда-сюда ходили? Тимофей, есть такие компании, но они не в первом эшелоне. То есть возьми дочки Славнефти, которые торгуются даже на московской бирже. То есть Янас, Мегион, они выросли на 50%, кое-что на 100%. Здесь какие-нибудь драйвера для переоценки будут вообще на горизонте? Я не занимаюсь первым эшелоном. А вот хотя бы Стас или Даниил, кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Или вообще надо забыть про вот это и все? Да я думаю, что надо забыть про вот это. То есть будет какая-то, ну скажем, как все говорят, тренд, да? Но ведь тренд, у нас нет тренда. Так ведь тренд-то и вниз может быть, не только вверх, правильно? То есть хорошо, что у нас нет тренда вниз. Вы понимаете, вот за последнее время у западных инвесторов появился выбор. То есть они хотят покупать нефть и газ, они это могут делать в Штатах. Потому что там очень сильными темпами вырос сегмент независимой добычи нефти и переработки нефти. Поэтому смысл им лезть в наши там фишки, но только с точки зрения игры на индексах. Вот, наверное, такая. Окей, давайте посмотрим на наши банки Сбер ВТБ. Тоже идут нога в ногу. ВТБ он стрелял в начале лета, в конце весны. Тоже невыразительный перформанс. Причем, понятно, кстати, банки все в себя вбирают валютный риск. То есть если нефтянка от этого выигрывает и более стабильно при росте валют, банки, которые держат валютные обязательства и долларовые, рублевые активы, они всегда страдают от переоценки валютных курсов. Здесь может быть что-то положительное. Я вот, кстати, с долгосрочной точки зрения приведу вот эту картинку. Это цена на капитал, соотношение наших банков с Сберой и ВТБ. Вы видели динамику, то есть полный отстой. И теперь фундаментальная оценка. Очень дешево. То есть мультипликаторы на полу лежат. У банков есть смысл вообще в банки сейчас вкладываться? Вы знаете, мне кажется, тут какая-то концептуальная проблема. Она состоит в том, что акции первого эшелона – это прежде всего рынок институциональных инвесторов. Но зачем физическому лицу покупать акции «Газпрома», акции Сбербанка, ВТБ? Если вы бесстрашный, вы можете ходить, выходить по несколько месяцев, купите акции четвертого, пятого эшелона. Какие акции? Ну вот, как Виталий рассказывал, например. Нет, там вообще беды. Надо к классе подключение. Хорошая история. Ведь русал с начала года. Кстати, да. То же самое русал. Металлургия всегда. Майнинг. У меня его, к сожалению, нет, но есть люди, у которых он есть. Вот, так сказать, Вадим стоит. Мы с ним спорили еще в конце прошлого года. Я говорил, русал – полное говно и банкрот. Он говорил, русал – это лучшая компания для инвестиций. Русал в этом году там сколько? Процентов 60, наверное. Ну, с тех минимумов, которые были. Да? Вообще круто. Тимофей, по предыдущему слайду можно добавить один момент? По этому? По поводу банков, да. Да, окей. Мне кажется, тут не хватает одной организации, которая у нас появилась в прошлом году, которую кто-то относит из аналитиков к IT-сфере, кто-то к финансовой сфере. Да, это московская биржа. И на самом деле, вот спрашивали, были ли какие-то идеи, на которых можно было заработать. Но идея – это шортить ТКС и покупать Сбер. Не-не-не-не-не, идея была отличная, включение индекса биржи, включение биржи в индексы. То есть там прекрасно можно было 15% за месяц поднять. Еще раз подробнее, в чем идея? В августе, я не помню, в августе или в июле новость-то вышла, что вас в индекс врубают. Само включение происходило где-то либо в конце августа, либо… В индекс включали, да? Смотрите, когда вас включают в индекс, соответственно, у вас есть, грубо говоря, только один день, когда индексные фонды могут это совершить. И это, как правило, известно заранее. Вот в августе на акциях Московской биржи, ну, я помню, что мы там где-то порядка 15. Может быть, там кто-то более одиозный, они там подняли намного больше. Но там, мне кажется, максимум было порядка 20% вы могли поднять за месяц. Причем информация открытая, публичная, читай, не перечитай. Ну, кстати, вот Moex – это довольно прозрачная идея. Ну, действительно, то есть понятные денежные потоки, постоянно растущий бизнес. Даже несмотря на то, что экономика сокращается, денежные потоки умудряются расти при всем при этом. И пусть они еще дивиденды хорошие платят, да? Вот такие, 100% чистой прибыли, например. А вот, кстати, вот Василий меня просил задать вопрос вам, Борис. Вот я не знаю, полномочены ли вы на это отвечать. Но вот как думаете, вообще санкции как-то потенциально бизнес Moex могут затронуть? Ну да, вопрос достаточно такой интересный. Вы знаете… Вот Свифт, все эти истории свеженькие. Я могу сказать, что мое мнение, что эта бумага, наверное, одна из самых привлекательных сейчас на рынке. Могу одно сказать. Что может быть и что может не быть, можно долго обсуждать. Но, по крайней мере, если вы посмотрите на сайте, если не ошибаюсь, Конгресса США, есть достаточно длинный документ вообще, что делать с Россией. Этот документ принимался… Инструкция по применению. Да, инструкция по применению. И на удивление мы прямо вот по нему… Не пихать в микроволновку. И там четко написано, то есть, какие компании, где, как, почему, как они выбираются, какие будут шаги. Вы просто можете ознакомиться с этим документом. Ну, опять же, я не могу сейчас вот там, ну, по понятным причинам сказать, да, нет, нет, да и так далее. То, что компания, даже многие там российские инвесторы… Московская биржа – частная компания. Там доля всевозможных государственных органов в ней минимальна. FreeFour – один из максимальных на вообще российском рынке. Поэтому, ну, мне кажется, что этот риск, он абсолютно минимальный. Давайте вот так честно. Все, что у нас… У нас немного качественных компаний. Таких вот, как Magnit, Московская биржа. У нас реально феноменальная маржа по EBITDA. Московская биржа, по-моему, самая максимальная на российском рынке. Весь бумаг, который входит в индекс. Там что-то, ну, 60, что ли. Под 70%. Сумасшедшая какая-то. То есть, но и компаний таких мало, и они стоят очень… Ну, оценка высокая достаточно. И когда мы видим переоцененные компании, вот то, о чем Баффет говорит, да, нету margin of safety. Потому что ты понимаешь, что если сейчас в России какая жопа, типа, там, Крым, Украина, Ходорковский номер 2 и так далее, то все эти мультипликаторы высокие, они будут переоценены вниз. То есть, как бы, получается, ну, такая вот ситуация, что вот говно, типа, мечело, да, покупать дешев, но страшно, а хорошие компании, как бы, их мало, и они дорогие. Тимофей, это одна из самых главных ошибок начинающего и ряда опытных инвесторов. Все, что дешево, надо покупать, все, что дорого, надо продавать или, как минимум, не покупать. Я где-то года уже два, наверное, слышу, насколько дорог магнит вообще из всех источников. При этом все падения мартовские, июльские бумага отрабатывает очень быстро. Да, есть психологическая какая-то, психологическая встряска на рынке. Да, там, лишние пассажиры, как некоторые трейдеры говорят, ух, выходят. Но при этом бумага достаточно быстро восстанавливается, находится вблизи своих максимумов сейчас. Поэтому, ну, здесь просто четко надо понимать, что вы выбираете и какие бумаги вы выбираете. Переоценка бизнесов. У нас есть ряд бизнесов, которые сейчас достаточно, как вот коллеги сказали, достаточно неплохо себя чувствуют. Ввиду рублевой и долларовой составляющей, ввиду ряда других пунктов, которые не отягощены долгом, к примеру, которые у них маржа в связи с этим не падает. Поэтому такие компании всегда можно выбрать, и ничего страшного, если бумага стоит сейчас дорого, или кажется, что она стоит дорого, ничего страшного в этом нет. Последний вопрос. Вот смотрите, у нас очень неплохо перформит майнинг, то есть шахты, горнорудный сектор. То есть это Русал, это ГМК Норильский Никель в этом году. И даже вот вы видите, Северсталь плюс 18%, несмотря ни на что, ни на какие санкции, Украина, замедление российской экономики. Северсталь выигрывает. Ну, Мечелл, понятная история. Вот смотрите, еще лучше, да, это Русал была история и ГМК. То есть, казалось бы, год назад, ну, я так прикидывал своим дилетантским взглядом, да, Русал банкрот. Цены на алюминий на абсолютном минимуме завсегда. Долг больше всего. Русал никогда не выплатит свой долг, никогда. И тем не менее, акции выросли. ГМК более, как бы, интересная фундаментальная история, акции выросли. Вот скажите, это фундаментально читалось год назад? Можно было это распознать, инвестировать, выдержать, заработать? Что скажете? Тимофей, я поправлю, что вот история, что Русала, что ГМК, что Северсталь, это история дивидендов. Что Русал, что ГМК выиграли от новой дивидендной политики акционеров Норникеля. Что Северсталь вот этот перформанс относительно Новолипецкого и Магнитогорского сделал на реализации североамериканских активов. Но там же сумма-то относительно, а, и выплачиваются дивиденды, да? Да, и это там 40 рублей на акцию, да, примерно. То есть все вот эти истории объясняются фундаментальной вещью, на которой, собственно, зарабатывают и Виталий, и Денис. И это как бы лишнее подтверждение того, что идеи-то работают, и фундаментальный анализ сейчас существует. Действительно, есть проблема у рынка в доверии. Все оценки, которые делают аналитики, это DCF, да? То есть предполагается, что денежный поток распределяется между конечными акционерами. Но по факту сейчас все больше и больше переключается на дивиденд ПШ, то есть на дивидендный поток. И когда эти две оценки сходятся, тогда и происходит всплеск. Это происходит у нас и в Московской бирже, это у нас и в Норникеле. То есть вот те компании, которые щедры к акционерам и готовы больше половины отчитывать, они чувствуют себя неплохо. Как сказал великий оратор современности Виталий Кличко, сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Точнее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Поэтому я хочу сказать, что… Я бы не смог повторить. Я, честно говоря, заучил, потому что это великий оратор современности, а я посредственный по сравнению с ним. Смысл в том, что вот все графики, на самом деле, если на них смотришь, они опровергают вот эту идею, что все новости уже в цене. То есть ну это бред, просто бред. Я как бы на самом деле не негативно настроен. То есть ну вот как… Просто я бы сказал, что я устал, да, то есть я год не отдыхал, надо отдыхать. Украл устал, как говорит Полонский, да. То есть вот я хочу сказать, что будет московская биржа, не будет московской биржи, я зарабатывать буду в любом случае. И, в общем, вам тоже желаю, вне зависимости от наличия биржи, зарабатывать. Все, господа, на этом закончим. У нас на светлой ноте закончим. Я бы хотел сделать маленькую ремарку. У Виталия есть небольшая презентация по его аналитике. Здесь не так много. Ну, Виталий, два слова скажи. Небольшие материалы сделал, да, по внебиржевому рынку в целом для ознакомления, потому что, ну, просто для понимания, что есть такой рынок у нас, и на этом рынке можно делать деньги. Вот поэтому желающие могут ознакомиться с этим. Вот, также материалы на флешке есть. Я могу, в принципе… Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!